Среди исторического и культурного наследия казахского народа особая роль принадлежит древним ремёслам. Достойное место среди них занимает оружейное искусство. Оно хранит в себе таинственные секреты мастерства, которые развивались на основе преемственности поколений, сохранения и развития лучших традиционных и художественных форм. Мурадбек Ракыш – один из признанных алматинских мастеров, народных промыслов, и знает многое об этом самобытном искусстве. История развития оружейного мастерства казахского народа – это история развития кочевой цивилизации Великой Степи, её культуры и неповторимой самобытности. Оно насчитывает не одно тысячелетие. Оружейное ремесло шло с человеком рука об руку, позволяя расширять его горизонты. Огромную роль в приведении боя играло защитное вооружение. Оно по характеру применения делилось на два раздела. К первому относились средства нательной защиты, ко второму – индивидуальное ручное защитное снаряжение. Щиты казахские воины использовали в основном только круглой формы. Они были наиболее удобными для всадника и не стесняли его движений. Щиты делали из кожи и меди. Размеры были относительно небольшими – около 70 сантиметров в диаметре. Мастера оружейных дел с незапамятных времен знают и используют различные приемы обработки металлов – горячая и холодная ковка, переплавка и другие виды литья. Боевое оружие обычно красится в красный цвет – символический цвет военного сословия еще с сакских времен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова